Недавно Мержоев вместе с воспитанниками Центра туризма и экскурсии вернулся из экспедиции «Дорога героев», которая длилась почти два месяца. За это время они обогнули практически весь Северный Кавказ по следам боевого пути 4-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Прошли больше 4,5 тысяч километров по территории Кубани, Абхазии, Грузии, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Ставропольского края и Ростовской области. По мнению главы региона, этот поход сделал для молодых людей гораздо больше, чем постоянные разговоры о патриотическом воспитании. Многие пути, в том числе боевые, являются предметом на уроках истории. Вот один ваш маршрут, один ваш этот поход 57 дней, я уверен, заменит сотни уроков истории в школе. И нам сегодня самое главное, чтобы вот такие живые уроки в школе в виде вот этого маршрута, с точки зрения именно похода, максимально были традиционными для кубанских сегодняшкольников и молодых людей. Есть задача, чтобы хотя бы треть школьников у нас ходила в походы регулярно. Возрождены маршруты, которые в советское время были, которые были заброшены, закрыты, и там были проблемы по частной собственности, как через неё там проходить. Ну, вот такие вот все вот вещи. И маршруты для новичков, для тех, кто только впервые, скажем, идёт в походы. И маршруты сложные для тех, кто уже много раз ходил. Уже в следующем году планируется, что походы по маршрутам памяти будут проводить в каждом районе Краснодарского края. Занимать они будут не больше недели, а затем организуют большой сбор всех участников экспедиции. «Сами путешествия, они как раз дают то, что ты осознаёшь, на самом деле, кто ты в этом мире и какие люди вокруг тебя. То, что они такие же, как и ты, живут точно так же, такие же у них проблемы. Я думаю, что чем больше мы будем заниматься этим делом, тем будет лучше. Историю свою забывать нельзя, прокатегорически нельзя забывать. Россия имеет колоссальную историю. И у нас есть кем гордиться, и на кого смотреть и брать примеры». «Вот здесь я вам хочу сказать огромное личное спасибо за то, что на самом деле вы этим живёте. Вы живёте молодёжью, вы живёте в будущем края, потому что это сильные ребята, которые будут делать края сильным. В противном случае я ещё раз хочу подчеркнуть, что их сверстники сидят в интернете. Да, это сегодняшний день, безусловно, и мы его не можем сегодня взять и отодвинуть. Но есть альтернатива. То есть надо брать и показать им, что ещё есть другой путь. Есть другое, не времяпрепровождение, а есть другая жизнь». Инструкторов для сопровождения школьников в походах обучают на базе Краевого центра туризма и экскурсии. Только в этом году там подготовили порядка 500 специалистов. Сам же путешественник Константин Мержоев готовится к новой экспедиции. Тоже по дорогам героев 4-го казачьего кавалерийского корпуса, но уже по европейской части. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.